...который меня попросил осветить, Герман Карельский, потому что он стал все чаще встречаться с предубеждением. Люди стали отказываться от методики холотропного дыхания, потому что распространяется новое мем о том, что от этого мозг повреждается, гибнет. И вот мне надо рассказать современные представления о том, как устроен мозг. Я думаю, что многие знают то, что я буду рассказывать, но, во всяком случае, мне это очень интересно. Я просто перед тем, как начать, хочу порекомендовать замечательную книжку, которую написал сотрудник Национального института здоровья в Соединенных Штатах, заведующий отделом изучения белого вещества мозга. Дело в том, что у нас в голове 85% по крайней мере – это вещество мозга, и 15% серое. Но обращали внимание всегда и считали, что наше сознание базируется на работе нервов, то есть нейронов мозга. А глия постепенно занимала какие-то позиции все более ответственные. Сначала это было просто название «глия» от слова «глю», «клей», в котором плавают эти вот самые нервные клетки. Потом стали выясняться всякие подробности о необходимости глии, что она делает. И в конце концов сейчас, благодаря тому, что научились прижизненно следить за активностью глии, потому что нейроны легко оценивать их активность, потому что они проводят электрические потенциалы по своим отросткам. У глии такого нет. Но, наконец, разработали методики изучения того, как функционирует глия. И это создало абсолютно переворот в понимании того, как работает наш мозг. Ну, это вот передовой совершенно ученый, который сделал такой больше научный, но, в общем-то, и популярный тоже обзор последних достижений вот в области наук о мозге. И называется она «Другой мозг». Автор Роберт Даглас Филдс. Я очень рекомендую. Я сам получил огромное удовольствие, такое всё переворачивающее. И масса возникает своих шокных идей, когда прочитаешь эту книжку. И очень хочется добраться до возможностей измерения, которые у них есть для того, чтобы проверить некоторые идеи. Вот. Ну, о чём мы будем сегодня говорить? Это надо сказать, что вот современные исследования отменили закон, который был провозглашён ещё даже на границе позапрошлого и прошлого века, нобелевским лауреатом в области, открытие в области мозга, человек, который описал во многом то, из чего состоит мозг. И у него был абсолютный авторитет в медицине. Это Сантьяго Рамон и Кахаль. Вот он у себя в лаборатории. Им действительно проделана огромная работа. Он описал в подробностях все клетки мозга. Но превозгласил такую идею, что тот мозг, который нам дан во время рождения, он уже дальше после рождения не развивается. И по мере того, как мы живём, мозговые клетки способны только отмирать. Вот это оказалось совершенно неверным. Сейчас я уж не буду говорить об истории, я просто хочу сказать, что в мозгу содержатся три, по крайней мере, три хранилища, три депо стволовых клеток, из которых всё время происходит миграция клеток, начавших дифференцировку. И я сейчас покажу примерно, как это организовано в мозгу. Да, ещё одного человека я хотел. Да, ну вот это про Сантьяго Рамоне Кахаля, что он лауреат Нобелевской премии за 1906 год. Один из первых лауреатов. А вот это замечательный врач и патологоанатом Владислав с фон Медуна, открывший один из эффективных и до сих пор используемых в психиатрии методов лечения психозов и депрессий. Ну, прежде всего, давайте всё-таки попробуем тогда вот это приборы электросхудочной терапии. Я сказал о том, что существует несколько депо стволовых клеток для мозга. Ну, две области, они находятся непосредственно в мозгу. Это стенки боковых желудочков мозга. Второе хранилище – это отдел гиппокампа, который называется зубчатая извилина, гирусдентатус. Третье хранилище находится тоже в голове, но только не на территории мозга, а находится в носоглотке, хранится в эпителии носоглотки. И все эти три хранилища являются источниками непрерывного потока постепенно дифференцирующихся клеток, которые потом способны превратиться в нейроны и во все глиальные клетки основные. Ну, это астроциты, олигодендроциты и микроглиальные клетки. Вот это из чего состоится глия. Как это происходит? Ну, здесь пути клеточной дифференцировки. Не взял указку. Ну, здесь можно просто посмотреть, что вот как из одной клетки могут быть различные пути дифференцировки. Вот эти вот нервные и нейроны, глиальные клетки. Эти клетки все, так сказать, выходя из депо, двигаются в направлении обонятельных луковиц. Обонятельные луковицы являются как бы инкубаторами, в которых долгое время вызревают пришественники нейронов и глии. И для успешного вызревания оказывается необходимо здоровое обоняние. Выяснилось, что... Ну, на экспериментальных животных было показано, что если лишить животное обоняние, ну, например, просто механически заклеивать крысам ноздри, так чтобы они дышали ртом, то предшественники нейронов в этих инкубаторах погибают. Интересно очень тоже после этого было замечание, что основные нейродегенеративные заболевания у человека, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой миотрофический склероз, рассеянный склероз, они все начинаются с уменьшения остроты обоняния, или вообще начинаются с аносмии. То есть человек лишается обоняния. Ну, и здесь надо заметить, что есть в практике индийской, вот йоговской практике, есть система упражнений, способных восстановить обоняние, вылечить всевозможные аллергические процессы носоглотки. То есть носоглотка – это чрезвычайно важный орган организма, в котором сплетаются сразу несколько функциональных систем организма. Это те системы мозга, которые обеспечивают нас настроением, те системы мозга, которые обеспечивают ясность нашего сознания, возможности мозга к самообновлению. Ну, и кроме того, это конечный эвакуаторный пункт очищения всего бронхолегочного дерева. И упражнения на эти крии способны сделать очень многое для здоровья человека и для здоровья его мозга. Кроме того, они совершенно необходимы в лечении хронических неспецистических заболеваний лёгких. Я просто… Это всё отдельные совершенно темы, которые можно раскрывать, очень интересно. Я просто сейчас это всё обозначаю, потому что время не так много. Значит, надо… Вот это… Это такой рисунок носоглотки, и над решётчатой костью вот обонятельная луковица. Таким изменённым цветом обозначена. Единственное место, где мозг у человека выходит наружу, это носоглотка. То есть из обонятельных луковиц нейроны отдают свои отростки через ляминокреброзы, это вот решётчатую кость, и уже на территории носоглотки, в обонятельной слизистой оболочке находятся обонятельные макулы. То есть от пути для проникновения инфекции в мозг. Теперь я вернёмся. Я забыл. Return. Так, нет, это почему-то не… Ага, получилось. Спасибо большое. Да, ну вот основные клетки – это астроциты, олигодендроциты, микроглии. И на периферии швановские клетки, которые, создавая оболочку вокруг аксонов, то есть отростков нейронов, позволяют эффективную передачу нервных импульсов планированных импульсов. Следующее. Здесь жалко, что… А вот я тогда воткну. В качестве указки. Вот здесь принципиальная такая конфигурация того, как взаимосвязаны между собой нервные, нервные и гриальные клетки, и кровеносная система. Вот этот вот капилляр, который, проходя через капилляры мозга, они представляют из себя барьер между кровотоком и мозговым веществом. То есть эндотелий капилляров еще обвернут отростками астроцитов. Вот здесь изображены этими такими розоватыми клетками. Это астроциты, которые посылают отростки и обвертывают эту вот трубку, по которой движется кровь, и создают возможность избирательного транспорта из крови в мозг и из мозга в кровь. Это называется гематоэнсфолический барьер. Вот это одна из функций астроцитов. Астроциты передают эти вещества, вот эта вот нервная клетка и ее аксон, который сопрягается с дендритом другой клетки. Вот заметьте, что вот эта тоже нервная клетка, ее аксон, и здесь синапс с дендритом этого нейрона. И каждый синапс окружен отростками астроцитов. И оказалось, что астроциты контролируют передачу сигналов между нервными клетками. Для того, чтобы не вдаваться сейчас в подробности, я просто хочу такую аналогию провести с устройством мозга, с тем, например, как устроен большой мегаполис, например, Москва. И если, допустим, какие-то инопланетяне подлетают к Земле и начинают из космоса исследовать, что это такое творится на Земле, вот эти вот самые жизненные процессы. Вот они видят, например, Москву сверху и видят, что по Москве по каким-то каналам передвигаются какие-то объекты. То есть по улицам ездят машины. Это им бросается в глаза, и они начинают рассматривать и изучать Москву с точки зрения уличного движения. И пытаются понять, а что же это такое, как это все устроено. Но естественно, что Москву с точки зрения уличного движения не объяснишь. А через некоторое время у них возникают уже возможности исследовать и сам город, который прокладывает эти самые улицы так, как ему удобно, который регулирует движение на них. Но автомобильным движением жизнь этого мегаполиса не описывается. И вот так же совершенно сейчас появились возможности исследовать то, как, собственно, и что происходит в мозгу. Задолго до понимания современной роли Глии в работе мозга, венгерский, ну, наверное, учился он еще во времена автор Венгрии, он был вполне уже пожилым человеком в 30-е годы, венгерский патологоанатом и психиатр Владиславс фон Медуна изучал мозг умерших психиатрических пациентов. И он обратил внимание на то, что люди, страдающие эпилепсией, отличаются по количеству и структуре глиальных клеток, а именно астроцитов, от людей, которые просто умерли, и от людей, которые умерли, страдая депрессиями и психозами. У умерших эпилептиков в тех местах, где, собственно, рождалось и в тех местах, где проходил маршрут распространения неконтролируемой нейрональной активности, было гораздо больше астроцитов, они были по размеру больше, и в них было гораздо больше таких структурных элементов, которые называются глиальный фибриллярный кислотный протеин. Это просто перевожу с английского на русский, поэтому... Таким образом можно было определять, даже определять, не зная истории пациента, что вот был он эпилептиком или нет, и пути распространения эпилептического марша в его мозгу. И наоборот, у людей, страдающих долго шизофренией и депрессиями, был недостаток, был недостаток по сравнению с нормальными людьми астроцитов. Кроме того, логист Лос-Медуна заметил, что эпилептики не болеют депрессиями и психозами. И наоборот, шизофреники и страдающие депрессиями, у них не бывает приступов эпилепсии. Были единичные случаи в результате каких-то аварий, травм, когда шизофреники становились эпилептиками. Но через некоторое время их психозы прекращались. То есть они становились в некотором смысле здоровыми людьми, хотя и страдающими эпилептическими припадками. В общем, всё это привело Владиславу Сафон-Медуну к идее того, нельзя ли попробовать лечить этих больных шизофренией и депрессиями, вызывая искусственно у них повышенную электросудорожную активность. Он сначала экспериментировал на животных, и потом, наконец, взяли одного неподдающегося лечению кататоника, который был полностью замкнут в себе, не отвечал ни на какие сигналы, в общем, не переговаривался с окружающим, был абсолютно неподвижным в состоянии каталепсии. И он ему ввёл, первая идея была такая, он ввёл ему камфорное масло внутривенное, которое вызывает повышенную активность. Он ввёл ему один раз, потом через пять дней ещё раз, в общем, так, несколько раз. В конце концов, вдруг этот человек заговорил и сказал, что «зачем вы меня мучаете?» И он полностью излечился. И этот метод, потом, конечно, ушли от применения камфорного масла, а пришли, в конце концов, к электросудорожной терапии, которая применяется до сих пор, если пациенты не поддаются медикаментозному лечению. И врачи, с одной стороны, боятся этого, потому что не умеют объяснить, а почему это действует. А с другой стороны, это, конечно, очень привлекательный метод, потому что лечебный эффект наступает в 95 случаях психозов и в 80 случаях неподдающейся медикаментозной терапии депрессиям, различным депрессиям. И вот современные как раз, современные исследования и показали механизмы того, как происходит вот этот вот процесс излечения. Ой, совсем мало уже. Вот здесь просто картинка, на которой показан астроцит, в которой и краску, которая жизненно, не повреждает жизнь астроцита, то есть, но зато выявляет процессы, которые в нем происходят, когда он активируется. То есть, эта краска начинает флюоресцировать, когда в клетке выходит из депо ионы кальция. И оказывается, что ионы кальция являются основным медиатором, которым переговариваются между собой через плотные контакты астроциты. и исследователи видят пути того, как распространяется информация в мозгу не по нейронам, а между астроцитами. И оказывается, что скорости распространения сигналов по астроцитам, они примерно такие же, как происходит у человека процесс мышления, а распространение сигналов по нервным клеткам, ну, по крайней мере, в 10 тысяч раз происходит с большей скоростью. Я на этом не буду останавливаться сейчас. Да, теперь был создан, вот есть такая функциональная томография, которая позволяет разные аспекты изменений, которые происходят в мозгу, функциональных изменений отмечать. И вот дальнейшее развитие функциональной томографии привело именно магнитно-резонансной томографии, привело к созданию метода диффузионного тензорного имиджинга. Вот диффузионный тензор здесь просто для того, чтобы показать, что это такое. То есть диффузионный тензор позволяет оценить структуру глиальной ткани в определенном месте мозга. То есть берется какой-то локус и проводится исследование того, как в разных направлениях распространяется сигнал вдоль водной среды. То есть структура организации астроцитов меняется, и эти изменения можно уловить при помощи вот этого самого тензорного анализа. Так, сейчас мне придется выпалывать. Опять она перестала слушаться. Пожалуйста. То есть ритурн мне не надо называть, надо было. Вот был такой красивый опыт произведен в Японии одним исследователем, владеющим методом диффузионного тендерного имиджинга, взяли несколько десятков человек, взрослых, которые никогда не тренировались и не умели жонглировать тремя мячиками. Изучая функциональное, при помощи functional MRI, они выяснили, какие же отделы мозга вовлечены в том, чтобы следить за этими шариками, которые перемещаются в пространстве, хватать их. Ну то есть как мозг обслуживает процесс жонглирования. И тогда сосредоточились на этих структурах мозга и оценили их с точки зрения диффузионного тендерного имиджинга. И получили какие-то числа, а именно тендеры эти. Потом в течение шести недель половину этой группы тренировали жонглировать. Они научились жонглировать. Опять провели исследование тендерного имиджинга и оказалось, что у тех людей, которые научились, эти тендеры изменились, а у тех, которые не научились, эти тендеры остались прежними. Потом просили их остановиться и больше не жонглировать. И опять через полтора месяца тех людей, которые умели жонглировать, попросили пожонглировать этими самыми. Оказалось, что навык у них остался. Они не забыли, как жонглировать этими мячиками. И опять произвели этот самый тендерный имиджинг. И у них так и осталась структура глиальной ткани вокруг тех самых областей мозга, которые участвуют в жонглировании, осталась измененная. То есть это показывает, что глия несет на себе возможности обучения различным навыкам. Теперь, а что происходит, я многое должен, сейчас еще покажу эту картинку, на всякий случай, те области мозга, где как раз произошли эти самые изменения. Но я сейчас хочу сказать о том, а что же происходит во время гипервентиляции, которая во время, так сказать, холотропного дыхания происходит. Когда-то я работал в институте неврологии и занимался распознаванием образов в электроэнцефалографии. А в соседнем отделе занимались нейрохирургией. И был такой замечательный, знаменитый нейрохирург Кандель, с которым мы познакомились и как-то, ну, я был молод, мне было 25 лет, он был уже такой очень известный и пожилой хирург. Ну, как-то получилось так, что мы с ним стали разговаривать, и у нас возникли дружеские отношения. Он как-то хорошо очень относился к поэзии вот моего деда Самулеклича. И Кандель мне показывал такие тайные исследования, которые они делали. Дело в том, что во время операций нейрохирургических они вставляли микроэлектроды вот в ткани раскрытого мозга и снимали энцефалограмму. У пациентов, которые были во время операции, их снабжали, естественно, искусственной вентиляцией легких. Потому что, не дай Бог, задернут какой-то участок, и дыхание прекратится. И вот они использовали различные режимы из любопытства, различные режимы вентиляции. И я видел, как меняется характер энцефалограммы и по частоте, и по амплитуде, снятой непосредственно с мозга. И вот интенсификация дыхания значительно усиливает импульсацию нейронов. И делает ее гораздо более частой. Оказывается, что глия все время находится в состоянии измерения этой самой электрической активности нервной ткани. Одним из основных медиаторов, которые измеряются глией, это уклоняющаяся из клетки аденозинтрифосфорная кислота, АТФ. И измеряя ЭТФ, глия решает, а как трансформировать вот это вот самое, и как, так сказать, привести в нужные рамки эту нейрональную активность. И в соответствии с этим глия меняет свою структуру, свою численность. В результате человек становится гораздо более искусным, что ли. То есть, оказывается, чем больше глиальной ткани в мозгу, тем больше способности человека к интеллектуальной деятельности. Вот в этой книге описана история того, как один патологоанатом украл из хранилища мозг Эйнштейна. И долгое время его искали, и в конце концов нашли, и он поделился этим самым мозгом. И выяснилось, да, и выяснилось, что в мозгу Эйнштейна нервные ткани примерно то же самое, так же, как у нормального здорового человека. Чем он отличался? Гораздо большим количеством глии. То есть, вот я заканчиваю, да, заканчиваю на том, что мне кажется, что у меня есть понимание и обоснование того, что гипервентиляция приводит только к развитию способностей, но никак не уменьшает количество нервной ткани в мозгу. Тем более, что процессы самообновления мозга, они также интенсифицируются благодаря возрастающей потребности мозга. То есть, глия и нервная ткань, они работают сопряженно, и интенсификация этой работы приводит к новым возможностям и структурных изменений, и к новым возможностям оздоровления мозга. Ну вот я закончил вроде вовремя. Спасибо. Два слова про нафуд скажешь? Про нафуд. Значит, когда-то в начале 90-х годов я обратил внимание на то, что изменилось употребление наркотиков у молодежи, у населения. Если раньше были востребованы стимуляторные, то сейчас все перешли на героин. И в 90-х годах был всплеск очень жестокий героиневой наркомании. И я обратил внимание на то, что изменился состав пищевых продуктов, которые легли на полке наших продовольственных магазинов. Не только изменилось, если раньше был дефицит всего и малое разнообразие, то теперь появилось широкое разнообразие продуктов. А кроме того, люди стали пробовать, а что повкуснее, что больше удовлетворяет, поскольку человек ест не из рациональных соображений, а ему нужно удовлетворение пищевое. А кроме того, с экранов телевизоров настойчивая реклама всяких сладких напитков, как молодое поколение выбирает пепси, вот этих вот кэнди-барс, вроде сникерсов, баунти и так далее, которые тоже рекламировались как избавители от неприятного. Вот съел и порядок этот самый сникерс. Порядок очень ненадолго, где-то на 20 минут-полчаса. Потом, наоборот, жесткий беспорядок наступает. И это связано с перепадами концентрации ключевого вещества в определенной части мозга, вентральной тегментальной области мозга. Сначала много метанкефалина эндогенного опиата, который участвует в этом создании настроения, а потом его становится мало. И человек испытывает сладкую небо, а зато потом жестоко страдает на протяжении 3-4 часов. Поэтому внешний опиат явился тем самым уличным лекарством, стрит-драг по-английски, наркотики, который восполнял спрос населения на такого рода лекарства от этих перепадов настроения. И я создал тогда вместе со своими друзьями такую белковую смесь, которую назвали мы «Пища богов». И знакомым людям мы рекомендовали, и они давали своим детям. И это, так сказать, человек утром съедал на завтрак стакан этого коктейля белкового, и ему хватало до обеда вполне, и у него не возникало перепадов настроения. Затем я занялся именно вот этой вот самой очень интересной идеей похудологической. Как сделать так, чтобы люди могли худеть, а потом снова не набирать вес? Потому что были широкие гарвардские исследования, которые постарались охватить все возможные методы диетологические похудания, и они выяснили, что через два года после того, как человек предпринимает попытку похудеть, только у пяти процентов вес остается на прежнем уровне. Все остальные еще больше набирают. Почему? Потому что, поскольку я занимаюсь лечением патологических пристрастий, я понимаю, что это не только диетологическая проблема, вот похудология, это наркологическая проблема. И человек, который питается сладко-нежно, удовлетворяется сладко-нежно, он неминуемо переедает. Нейрохимические обоснования у меня есть, у меня есть специальные лекции на эту тему. А есть у нас возможность испытывать стимуляторное удовлетворение от пищи. И древние охотники, рыболовы, племена, которые занимались, на магические племена, да, все, заканчиваю, прости. Вот они питались стимуляторно и после еды они плясали или состязались. И вот, оказывается, у нас есть путь удовлетворения, опосредованный веществом, пептидом, который называется «Cocaine Amphetamine Regulated Transcript». И можно человека научить пользоваться этим способом. Но для этого надо создать, во-первых, стимуляторную пищу. И вот этот вот Prana Food, она как раз удовлетворяет стимуляторное. И это полноценное питание, там много, это умный продукт, оно многофункционально, просто нет времени рассказывать обо всем. Просто я рекомендую, попробуйте. И... Вместо обеда, да? Что? Я это делаю вместо завтрака. Ну вот я, поскольку не хочется тратить времени, это три минуты сболтать и выпить этот самый напиток. Я пью 200 миллилитров молока, в нем столовая ложка этого напитка, и мне хватает до трех-четырех часов. И это насыщение. Вот. И это полноценное питание, которое заботится о многих функциях нашего организма. Об этом я сейчас просто, у меня нет времени рассказать. Но вы можете попробовать. Детишкам можно? Конечно. Это нужно и детям, потому что это в том числе стабилизирует их настроение. Причем мы решили распространять это в рамках multi-level маркетинга. Поэтому, кому это будет интересно, вы можете подписаться. Самое начало, у нас еще месяц не прошел с начала этого компании, с начала компании, вы можете подписаться и потом обучать других людей. И это Prana Food, это только компонент, основной программа посвящена тому, как жить долго и как оставаться молодым. Используя угасающие со старением возможности пользоваться своими стволовыми клетками. Стволовые клетки, когда человек умирает, есть у него. У него нет возможности ими пользоваться. А как вернуть? И вот используя некоторые йогурские упражнения, о которых написано, что они обращают вспять время в древних трактатах. Используя современные биохимические исследования, которые очень много сейчас, особенно в Америке, в таких штатах, как Флорида, Калифорния, ведется исследование по продолжительности жизни, гериортических исследований. Вот у нас в стране гериортии начинается с сорока лет, а там с восьмидесяти. Представляете? Какой прогресс в этом есть? Я прожил некоторое время в Америке, я там же сделал клинику, и я был участником Ассоциации Холистической и Медицинской Ассоциации Америки, врачи которой как раз и занимаются этими вопросами. И я знаю просто фактический материал, и это можно все попробовать применить здесь для тех, кто тоже озадачен тем, как пожить подольше и покачественнее. Спасибо. Вот это вот такой элемент. Спасибо. 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 Спасибо.